Покажите, как мягко это тренируется. Сначала мы учимся прыгать беззвучно. Как мы прыгали беззвучно? Покажите. Вот, стараемся мягко погасить. Значит, максимально беззвучный прыжок. Для того, чтобы постараться контролировать контакт с полом. А потом максимально звучный. Только очень маленькая амплитуда, без особого прыжка. Но так, чтобы пол проваливался под вами. Вот. Вот, 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 вот. Вот, при таком сочетании методики, получается, в конце концов, правильная постановка вот удара стопой. Теперь, пожалуйста, лапы и покажите, как коленцы работают по лапам на тренировке. Значит, первое упражнение, это просто лапы поставленные горизонтально. И мы изображаем такого, скажем, бегущего буратино. Вот. Пожалуйста, побыстрее, да. Это упражнение. Оно построено только для того, чтобы почувствовать, что ноги работают отдельно. Руки при этом висят. Вот у нашего буратино Константина немножко руки сейчас размахиваются. В идеале они должны висеть, как веревочки. Это говорит о том, что позвоночник расслаблен. Вот. После этого вот мы уже начинаем работать подхлёсты коленцами. Лапы ставим в наклонной плоскости. И коленца начинает двигаться по наклонной плоскости либо снизу вверх, либо сверху вниз. Вот. И руки при этом начинают заряжаться на тот же подхлёст. Обычно колено сочетается с локоточком. Поэтому ставится вторая лапа. Вот. И... Опаньки, да. Медленно покажите, как руки заряжаются, когда колено пошло. Вот. А теперь кости будет убегать. Тут у нас сейчас два кости. Костя, который держит лапу, будет убегать. И продолжением коленца будет раскрутка. Пожалуйста. Отмашка локтём пропущена. Вот. Костя, вы сколько занимаетесь уже у нас? Третий сезон. Да? Вот. Но, в основном, вот, ребята второй, третий сезон занимаются. Но это очень характерно и интересно, что вот такая идёт работа. Пожалуйста, Роман Михайлович с лапами. И... Нет. Вы, Костя, лапы. А Роман Михайлович показывает работу боевую по лапам. Значит, какие сочетания возможны? Ещё один товарищ с лапами всё время быть наготове сзади. Значит, это просто сочетание подхлёстов. Сзади приготовьтесь. Сочетание подхлёстов. Правый-левый, правый-левый. Начинается в балетном темпе. Притоп ногами. Вот. Немножко обязательно улыбаться. Это хорошая марка нашей школы. Да. Не по-американски так, скрипя зубами. А так, чтобы это было естественно. За этим обязательно надо следить тренеру на всех тренировках. Потому что напряжённое лицо выдаёт напряжение где-то там в подсознании. Позвоночник может стать жёстким. Вот сейчас идут сочетания подхлёст-отмашка, подхлёст-отмашка. В данном случае отмашка вперёд. Покажите медленно на кости без лап, без лап, как идёт отмашка вперёд, выкладывая цена противника. Отмашка из-за спины. Из-за спины. Вот отсюда. Отсюда. Она может быть локтём выполнена. Предплечьем. И запястьем. По корпусу, по голове, по руке встречной идущей, по руке, вооружённой ножом, по ноге и так далее, и так далее, и так далее. Вот теперь отмашечку назад. Вот тут другой кости сзади без лап тоже пока. Как отмашечка назад выкладывается? А вы не уходите? Минхерц, не уходите? Отмашечка назад выкладывается. В основном через верх. Почему через верх? Старайтесь защититься, заблокироваться от него. Вот. Хорошо. Теперь покажите, как осаживается. Вот теперь сочетание притопа назад, притоп назад и отмашки. В боевом режиме, просто по воздуху. Медленно, чтобы было видно, как вместе с отмашкой садится корпус. Во! 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 Обе ручки работают. Вот теперь, пожалуйста, четыре лапы и вариации с ними вперёд-назад. Значит, мы посмотрели подхлёстые туды-сюды. Вот. Теперь обычная восьмёрочка. Вот эта техника классическая. И, кстати, заснято на видеоматериал исполнение одного из псковских старичков. Вот. Это он в ломании делал. Он не дрался, лап у него не было. А просто ломался, сделал восьмёрочку. Вот восьмёрочка. Вот. В данном случае вы разворачиваетесь на 180, а поворачиваясь назад. Можно сделать восьмёрочку, не поворачиваясь назад. Лицо всё время туда. Вот. Вот. И попадание назад будет зависеть от точной постановки пятки. Вот. Вот посмотрите внимание. Внимательно на правую ножку у кости. Она в одном случае разворачивается носком назад, а в другом случае не разворачивается. Вот один вариант. Второй не разворачивается. Вот. Носок не разворачивается на стопе, не разворачивается нос на физиономии. То есть, постановка стопы зависит от направления головы. Точно такая же зависимость есть в Камаринском везде. Это нетрудно проследить. Вот. Теперь, пожалуйста, раскрутки с преследованием. Вот вы догоняете его. Сначала догоните Костю... Теперь уже не две лапы, а одна. Догоните его на локоточках догоните. Вот. А тот, кто держит лапы, должен обязательно быстрее убегать, чтобы человек, который тренируется, не боялся за безопасность своего товарища. Пусть он лучше не догонит его, пусть сделает удар по воздуху, чем он будет сам себя тормозить и выполнять неправильно. Теперь с коленцами то же самое. Раскрутку с коленцами. Вот. При этом должно быть заметно, как тело движется волнообразно. Вот так вот. Поднимаясь на отмашке коленом и опускаясь на отмашке локтем. На больших скоростях вот эти амплитуды совсем небольшие. И, в принципе, их и не видно. Они очень маленькие. Но они должны присутствовать. Если этой работы нету, то результат будет намного слабее. Вот. Теперь, Роман Михайлович, то же самое в более длинной дистанции. Пройдитесь медленно и потом быстро. Даже на показательных выступлениях иногда очень может получиться плохо. Иногда в темном переулке может получиться хорошо у того, у кого никогда не получалось вообще. Вот. Поэтому вот такой переход с нескольких режимов. Один режим балетный, другой режим боевой. Он должен на тренировке присутствовать. И обязательно надо вращаться в обе стороны. Вот. Потому что вращение в одну сторону связано, говорится, с одной частью мозга. А в другую, в другой. И в отличие от бокса, скажем, мы должны уметь в обоих стойках работать одинаково. Иначе в круговом бою потом будет очень тяжело. Теперь то же самое, Роман Михайлович, погоняйте его с ногами. Мы перейдем к ногам. Значит, коленцем мы показали. Теперь покажите подхлест стопой. По аналогии с запястьем на кулаке. Мы работаем с запястьем, но работаем кулаком в тычках. То же самое на ноге. Сначала мы учимся работать с коленцем. Потом учимся работать с подъемом. Покажите пальцем, какое место подъема включается в ударе. Выше, 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 выше. Вот да, там где шнурки. И уже научившись работать мягко и хлестко подъемом, мы включаемся сапогом. Вот один из терминов этнографических, это бить крючком. Когда носок сапога загнан на себе. То есть это требует, конечно, какой-то жесткой обуви. Пожалуйста, лапку пониже. И покажите на невысоких уровнях это отрабатывается. Заметьте, что корпус уходит вперед. Выходит таз. Идет вот волна в позвоночнике. Теперь на полную катушку. Вот, вот идет более-менее приличный удар. А как при этом руки работают? Плюсовой вариант. В момент удара по лапе, или в старину работали по мешку, по шалыге так называемой, вот, руки прихлопывают тело. Поздно. Вот. Вот так вот. Вот такой НКВД-шный жест, хватаясь за кубуру. Вот. Кубурато сзади у нас носилась на руси. Вот, тут выясняются недоделки наших тренировок на показательных поступлениях. Вот. Если рука прихлопнула в правильном месте, то она обязательно правильно полетит на подхлёст. Поставьте вторую лапу, посмотрим, как она полетит. Вторую лапу под руку. Под руку, да. Вот классическая связка такая. Да, поехали, пожалуйста. Вот так вот должно быть. И отмашечку не забыть, да. Вот. Вот правильная связка. Вот крючок, который идёт на противник, он может быть сделан вообще по воздуху, так, чтобы попугать его. Может быть сделан где-нибудь невысоко, куда-нибудь, скажем, в бедро. Ну, максимум под микитки.